Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей 15-й лекции – твёрдые тела. План занятия. Первый вопрос – твёрдые тела. Второй вопрос – моно- и поликристаллы. Третий вопрос – типы кристаллических твёрдых тел. Четвёртый вопрос – дефекты в кристаллах. Твёрдые тела, или кристаллы, характеризуются наличием значительных сил межмолекулярного взаимодействия и сохраняют постоянными не только свой объём, но и форму. Кристаллы имеют правильную геометрическую форму, которую, как показали рентгеновские исследования, немецкая физика-теоретика ЛАО является результатом упорядоченного расположения частиц, то есть атомов, молекул и ионов, составляющих кристалл. Структуры, для которых характерно регулярное расположение частиц с периодической повторяемостью в трёх измерениях называется кристаллической решёткой. Точки, в которых расположены частицы, а точнее среднее равновесное положение, около которых частицы совершают колебания, называются узлами кристаллической решётки. Кристаллические тела можно разделить на две группы – монокристаллы и поликристаллы. Монокристаллы – твёрдые тела, частицы которых образуют единую кристаллическую решётку. Кристаллическая структура монокристаллов обнаруживается по их внешней форме, хотя внешняя форма кристаллов одного типа может быть различной, но углы между соответствующими гранями у них остаются постоянными. Это закон постоянства углов, сформулированный Ломоносовым. Он сделал важный вывод, что правильная форма кристаллов связана с экономерным размещением частиц, образующих кристалл. Монокристаллы не являются большинством минералов, однако крупные природные монокристаллы встречаются довольно редко, например, лёд, поварённый соль, ирландский шпат. В настоящее время многие монокристаллы выращиваются искусственно. Условия роста крупных монокристаллов часто не выдерживаются, поэтому большинство твёрдых тел имеет мелкокристаллическую структуру, то есть состоит из множества беспорядочно ориентированных мелких кристаллических зелень. Такие твёрдые тела называются поликристаллами. Характерной особенностью монокристаллов является их анизотропность, то есть зависимость физических свойств упругих, механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических от направления. Анизотропия монокристаллов объясняется тем, что в кристаллической решётке различны числа частиц, приходящихся на одинаковые подлинии, но разные по направлению отрезки. Вот пока, которая показана на рисунке. То есть плотность расположения частиц кристаллической решётки по разным направлениям не одинаково, что и приводит к различию свойств кристаллов вдоль этих направлений. В поликристаллах анизотропе наблюдается только для отдельных мелких кристалликов, но их различная ориентация приводит к тому, что свойства поликристаллов по всем направлениям в среднем одинаковы. Существует два признака для классификации кристаллов. Первый – это кристаллографический, второй – это физический. Кристаллографический признак кристаллов в данном случае важна только пространственная периодичность и расположение частиц, поэтому нужно отличься от их внутренней структуры, рассматривая частицы как геометрические точки. Кристаллическая решётка может обладать различными видами симметрии. Симметрия кристаллической решётки и её свойства совмещать с собой при некоторых пространственных перемещениях, например, параллельных переносах, поворотах, отражениях или их комбинациях и то и другое. Кристаллические решётки, как доказал русский кристаллограф Федоров, присущие 230 комбинаций элементов симметрии или 230 различных пространственных групп. С переносной симметрией в трёхмерном пространстве связывают понятие трёхмерной периодической структуры. Пространство на решётке или решётке Браве, представление о которой видено французским кристаллографом Браве. Всякая пространственная решётка может быть составлена повторением в трёх различных направлениях одного и того же структурного элемента – элементарной ячейки. Всего существует 14 типов решёток Браве, различающихся по виду переносной симметрии. Они распределяются по семи кристаллографическим системам или сингоне, представленным в порядке возрастающей симметрии в таблеце 3. Для описания элементарных ячеек пользуются кристаллографическими осями координат, которые проводят параллельно ребрам элементарной ячейки, а начало координат выбирают в лёвом углу передней грани элементарной ячейки. Элементарная кристаллическая ячейка представляет собой параллельпитет, построенный на ребрах А, Б, С и с углами альфа, бета и гамма между ребрами. Величины А, Б и С и альфа, бета и гамма называются параметрами элементарной ячейки и однозначно её определяют. Вот в таблице показаны разные виды, то есть формы ячейки и их характеристика элементарной ячейки и кристаллографическая система, например, моноклиновая, ромбическая, тетрагональная и то и другое. Физический признак кристаллов. В зависимости от рода частиц, расположенных в узлах кристаллической решётки и характера сил взаимодействия между ними, кристаллы разделяются на четыре типа. Ионные, атомные, металлические, молекулярные. Ионные кристаллы в узлах кристаллической решётки располагаются поочередно ионой противоположного знака. Типичными ионными кристаллами являются большинство галлоидных соединений шелчных металлов, например, натрий хлор и так далее, а также оксидов различных элементов. В структуре решёток двух наиболее характерных ионных кристаллов натрий хлор, решётка представляет собой две одинаковые границентрированные кубические решётки, вложенные друг в друга. В узлах одной из этих решёток находится ионная натрия, а в узлах другой ионная хлора. И также сила взаимодействия между ионами является в основном электростатическими, то есть кулоновскими. Связа, обусловленная кулоновскими силами, притяжение между разноимённо зараженными ионами называется ионной или гетерополярной. В ионной решётке нельзя выделить отдельные молекулы. Кристалл представляет собой как бы одну гигантскую молекулу. То есть, вот, показано на рисунке два разные виды кристаллов. Вот, натрий, хлор и ещё другие. Атомные кристаллы в узлах кристаллической решётки располагаются нейтральные атомы, удерживающие в узлах решётки гомеополярными или ковалентными связями квантово-механического происхождения. Атомными кристаллами называются алмазы и графит. Некоторые неорганические соединения, а также типичные полупроводники германии и кремнии. Структура решётки алмаза приведена на рисунке три, вот как показано, где каждый атом углерода окружён четырьмя такими же атомами, которые располагаются на одинаковых расстояниях от него, вершинах тетраэдров. Вот как показано на рисунке. Молекулярные кристаллы в узлах кристаллической решётки располагаются нейтральной молекулой, силой взаимодействия между которыми обусловлено значительным взаимным смещением электронов в электронных оболочках атомов. Эти силы называются фандервайсовыми, так как они имеют ту же природу, что и силы притяжения между молекулами, приводящими к отклонению газов от идеальности. Молекулярными кристаллями являются, например, большинство органических соединений. Парафин, спирт, резина и то и другое. И инертные газы, ньон, наркон, ксенон и газы, углокислый и кислород, азот в твёрдом состоянии, лёд, а также кристаллы брона, йода. В андервайсовыми силами довольно слабые, поэтому молекулярные кристаллы легко деформируются. В некоторых твёрдых телах одновременно может осуществляться несколько видов связи. Примером может служить графит, то есть гексагональная решётка. Решётка графита, видно на рисунке, состоит из ряда параллельных плоскостей, в которых атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников. Расстояние между плоскостями более чем в два раза повышает расстояние между атомами шестиугольника. Плоские слои связаны друг с другом в андервайсовыми силами. Вот видно, как на рисунке. Рассмотренные в третьем вопросе идеальные кристаллические структуры существуют лишь в очень малых объёмах различных кристаллов, в которых всегда имеется отклонение от упорядоченного расположения частиц в узлах решётки, называемые дефектами кристаллические решётки. Дефекты делятся на макроскопические, возникающие процессы образования и роста кристаллов, и микроскопические, обусловленные микроскопическими отклонениями от периодичности. Микродефекты делятся на точные и линейные. Точные дефекты бывают трёх типов. Первый – это вакансии, то есть отсутствие атома в узле кристаллические решётки, как показано на рисунке 5АДА. Второй – это междоузельный атом, внедряющий в межузельное пространство, вот как показано на рисунке В. Третий – примесный атом. Атом примеси, либо замещающий атом основного вещества в кристаллические решётки, либо внедряющийся в междоузельное пространство. Вот видите, как показано на рисунке В. Точные дефекты нарушают лишь ближний порядок в кристаллах, не затрагивая дальнего порядка. В этом состоит и характерная особенность. Линейные дефекты нарушают дальний порядок. Как следует из опытов, механические свойства кристаллов в значительной степени определяются дефектами особого вида – дислокациями. Дислокации – линейные дефекты, нарушающие правильное чередование атомных плоскостей. Дислокации бывают краевые и винтовые. Если она одна из атомов плоскости обрывается внутри кристалла, то край этой плоскости образует краевую дислокацию, как видно на рисунке А. В случае винтовой дислокации ни одна из атомных плоскостей внутри кристалла не образовывается, а сами плоскости лишь приблизительно параллельно и смыкаются друг с другом так, что фактически кристалл состоит из одной атомной плоскости, изогнутой по винтовой поверхности, вот как видно на рисунке B. Плотность дислокации для совершенных монокристаллов составляет 10 второй, 10 третий сантиметр минус квадрате. Для деформированных кристаллов 10 десятой степень от до 10 двенадцатой сантиметр минус квадрате. Дислокации никогда не обрываются, они либо выходят на поверхность, либо разветвиваются. Поэтому в реальном кристалле образуются плоские или пространственные сетки дислокации. Дислокации и их движение можно наблюдать с помощью электронного микроскопа, а также методом дислокации на поверхность возникают ямки травления, то есть проявляющие дислокации. На этом мы сегодня заканчиваем лекции. Вопросы для закрепления. Первый вопрос. Чем характеризуются твердые тела или кристаллы? Второй вопрос. Кристаллическая решетка называется? Третий вопрос. Назовите типы различных кристаллических твердых тел. Четвертое. Что называется дефектами кристаллической решетки? Всем спасибо за внимание.